С Новым Годом меня, с Новым Годом тебя, закупились мы продуктами, на Новый Год будет рада семья. Не будет еда. Не, ну на самом деле это при новогодней покупке. Шутка, были мы сегодня в городе, решили купить бананов, люди там такая маленькая предыстория, стоит сын с отцом возле меня, и такой папа, а ты говоришь у нас бананов много, у них там такой пакет большой, вот такой, а сын взрослый не такой как Тимофей, такой как лет 25 парни. А я говорю, когда у тебя пятеро детей, и ты живешь не в городе, они как начали смеяться. Ну да, мы же ездим раз в неделю, закупаемся бананами на неделю, на всех. Вот, и плюс еще, что мы простояли минут 40, наверное, очереди, 30 метровые в ленте, и все с такими баулами, тачками, набитыми. Чтобы вы понимали, сегодня 29 число. Ладно, начнем с такой вот прекрасной вещи, как ножнички, дингеровские. Ой, так очень хорошие ножнички. Я Тане купил одни, вот это они с чехольчиками такие. Таня как попробовал, говорит, слушай, еще таких надо штук три купить. Ну три не было, одни нашел, потому что разобрали. Очень классные ножнички, купил своей жене еще запасные. Почему три, потому что у нас дети постоянно берут их, и они, то есть нужно, чтобы в доме было таких, что-то отпороть. А давай мы их покажем. Такие вот они в таком чехле. Что очень понравилось, прежде всего, что они в чехле. Потому что, когда мы брали с собой ножницы где-то в сумочку. Какая-то нашлепка на них. Короче, ножницы за 250 рублей, но настолько классные, настолько острые. Вот, и такой чехолчик классный. И с чехлом, что удобно, потому что сумки не будут прорывать нигде. Мы все время брали с собой наши, они везде нам дырки проделывали. Как ни поедут, где-то в сумочке, в рюкзаке, где-то там в машине, где не положим, они везде дырки делают. А тут взял, классно. Ну давай так, наверное, по кругу пойдем. Оливки. Любили мы очень сильно оливки в Украине. Очень любили с Таней. Я стою так в очереди. Но черные мы любим. Черные. Говорю, Таня, давай купим оливок. Ты же знаешь, что они крашеные. Говорю, знаю. Давай зеленые возьмем. Ну, мои зеленые нормальные. Ну, я не помню зеленых вкусов, честно. Ты представляешь, сколько там ешек в них, говорит Таня. Говорю, давай я почитаю. Беру первую банку попавшуюся, читаю. Оливки зеленые, без косточки. Вода питьевая, соль поваренная, пищевая, регуляторы кислотности. Молочная кислота, лимонная кислота, антиокислитель, аскорбиновая кислота. Все. Ну, я говорю, бери их. Я говорю, давай возьмем. Я потом на другую сторону захожу. А там их, знаете, так вагон стоит разных фирм. Я посмотрел. Да, там просто залито этими ешками и всем остальным. А тут нету. А это ты имеешь в зеленых залито, а тоже в других? Да. А это какие ты взял? Лента. А, прямо от ленты. Смотрите, оливки. Это мы в ленте более закупался. Все, будем знать. Прикольно. Хорошо. Очень захотелось нам садить. У нас просто... Не, Боря звонит, говорит, Тань. Подожди, у нас дай предисловие, я же скажу. Давай. Зима. На рыбалку ходить холодно. Решил наловить рыбы на Новый год. Я хотела начать эту историю с другого. Давай. Твоя версия. Моя версия. Звонит муж, говорит, Тань. Вот стою, я, говорит, смотрю на... Что ты мне говорил? На... Как это? Шпроты. Может, взять. Я говорю, Боря, а что в тех шпротах внутри? Они же, говорю, еще и жареные. Он... Ну да. Не, не будем брать. А я говорю, слушай, а помнишь, мы в Украине любили кушать сардины? Вот там, говорю, чисто рыба, подсолнечное масло залитое. Супчик и специи. Ой, Боря. Супчик какой-то. Мне что она потекла. Суп сардин, да. Боря, давай, короче, кинуться и читать. Действительно, здесь ничего такого нету. Сардины. Взял сардинеллу попробовать. Скумбрию. Сайру. Сардина и сардина. Это тоже сардинелла. А, это вот так вот. Разные. Именно брал там, где без всяких обжарок, добавок и так далее. То есть, повыбирал, почитал. Классно, да. Раков купил. Раков. Креветок взяли. Кстати, наконец-то мы разобрались с темой, что можно, что нельзя есть язычникам. Даже евреям. То есть, Бог в Новом Завете, оказывается, когда спускалась к этому... Поправь меня. Павлу, Петру. Полотно за четыре. Да, 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 да. Где было все нечистое, и Бог говорит, ешь. Он говорит, но оно же нечистое. Ешь, что Бог очистил. Да, но это относится к... Там подтекст был другой, как бы, но самосуд, что... Язычникам, какое должно быть у него. Но там и связано было с едой. Потому что язычники тоже были нечистые для израильского. Да, да. Ну и плюс мы, как язычники, свинину, конечно, мы не едим, она тяжелая. Но вот, вот взяли креветок. Короче, мы для себя с этой темой определились. Сразу придавило землю. Не, ну наполовину свинины мы кушали, но все равно сложно. Купили один большой гриб. Это этот супчик мне взяли. Куриный. Пару новошей. Это у нас новогодний... Вообще-то мы новогодний празднуем. Ну, в том формате, в котором люди праздную. Да, мы празднуем скромно. Да, мы скромно. Сарадины, оливки, креветки. Этот... Адыгейский сыр. Кстати, вот там, где мы покупали брынзу всегда. У нее появился адыгейский сыр. Боря, попробуй. Говорю, Боря, пробуй. Вонючий, не вонючий. Как? А ты пробовала? Нет. А давай ты попробуешь, а потом... Ну, ребята, попробуй. Аня и Боря. Нормальный, хороший вкусный. Нормальный? Хорошо. Вот взяли у нее адыгейский сыр. Это азербайджанский. Это не вино, сразу скажу. Это... Это... Оливки. Это оливки. Оливки? Это оливковое масло. Да, тогда они выдавлены. И бы жмыха. Это оливковое масло. Оливковое масло нерафинированное. Я беру для смазывания противней, сковородок. И я беру для смазывания форм маслом. Более безопасное, чем... Ну, в отличие от подсолнечного масла. У него там точка кипения, точка горения, точка выработки канцерогенов. Короче... Выше, выше. Да, да, да. Теблочки. То есть яблочки. Ну и мало бананчиков. И бананаски. Очень мало. А, ты забыл еще вот. Мы постоянно берем такие пакетики. Мне просто одну футболочку купили в Новосибирске. Мне мало я себе маечек купил. Маечек взял? 100 штук. За 120 рублей. Можно стирать хоть по 5 раз в день, да? Вернее, раз в месяц. Я снял. Одел и на растопку. Одел и на растопку. За 120 рублей, 100 штук. 12 копеек маечка. Пакетики, в общем. Опа. Да будет свет. Лампочка Ильича. Это, чтобы вы знали, у нас вот так вот работает система безопасности по поводу проводки. Где-то чуть-чуть перегрузили, автоматы щелки выбили. Это Анюта поставила посудомойку. Мы не выключили один обогреватель. То есть как бы больше, чуть-чуть нагрузка пошла. И свет щелкнул. Мы раз, выключили одно, включили другое. Так что теперь все, не переживайте, все хорошо. Ну все, всем пока. Теперь у нас будет ничего не будет. Ну все, всем пока. До новых встреч. Сколько ты лет блогер? Ну все. Ну все, всем пока. До новых встреч. С Новым годом. С Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok